МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящей среды вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Что-то замочек убрали, цепочку убрали, и все, машины стали ставить. Парковка с видом на Каму. На спуске к набережной образовалась стихийная автостоянка. Долг просто написано, значит, я то и плачу. Фунт погашения. Жильцам дома 48 по Автозаводской приходят счета за тепло, которое они уже оплачивали. По Перми разгуливает четвероногий воришка. Разоблачить преступника помогла запись с камеры видеонаблюдения. «Беги или умри». В одном из недавних выпусков телевизионной службы новостей мы рассказывали об опасной интернет-игре с таким названием. Сейчас она массово распространяется по всей стране, включая Пермь. Суть забавы в том, что по установленным правилам подростки должны перебежать дорогу перед близко идущим автотранспортом. Пока смертельных случаев в нашем городе не зафиксировано, но правоохранители уже ищут способы предотвратить возможные трагедии. Тему продолжит Юлия Зыкова. Об этой игре говорят и пишут многие российские СМИ от Волгограда до Хабаровска. Дети и подростки, что называется «наспор», бросаются под колеса машин, побеждает тот, кто пробежит как можно ближе к автомобилю, останется жив и опубликует видео на своей страничке в соцсети. Уже ни для кого не секрет, что в интернете существуют целые клубы самоубийц, группы, подталкивающие молодых людей к суициду. В Госдуме сейчас прорабатывают закон, который позволит привлекать к уголовной ответственности тех, кто склоняет несовершеннолетних к самоубийству. Сегодня эти преступления, по сути, не являются преступлением по закону. И поэтому говорить даже о профилактике, говорить об ответственности невозможно до тех пор, пока в законодательстве не будет выстроена линия обороны всех детей от этих новых преступлений. Но действовать необходимо немедленно, говорят пермские правоохранители. Полковник полиции Татьяна Кондакова рассказала, отслеживать социальные сети очень сложно. Это огромный объем работы. И здесь не обойтись без участия школьных преподавателей, психологов, родителей, общественников, волонтеров. Нужен человеческий ресурс. То есть пока мы проговорили эти вопросы на уровне образовательных учреждений и классных руководителей, для того, чтобы пока на данном уровне, раз мы не имеем какой-то там организации, такого объединенного ресурса, можно было работать через классных руководителей, потому что у них, как правило, все дети в контакте, количество детей небольшое. Именно на что обращать внимание, где и как увидеть риски своевременно и поднять этот вопрос. И уже есть материалы, которые мы отрабатывали и направляли в Следственный комитет. Рассчитывают правоохранители и на помощь студентов, неравнодушной молодежи. Тем более, что положительные примеры такого взаимодействия есть. При активном участии студентов госуниверситета и общественников в Прикамье действует проект под названием «На пути героя». Это психологическая работа с ребятами от 10 до 14 лет, цель которой – их выслушать и поддержать в трудную минуту. То есть таким образом мы действительно, объединяясь вокруг проблем ребенка с помощью общественности, молодежи в данном случае, мы делаем огромное дело. Я не хвалюсь, но было бы здорово, если бы больше молодежи вливалось. Юлия Зыкова, Михаила Ситров, телевизионная служба новостей. Ограничения на социальные проездные для иногородних студентов готовы снять уже в ближайшее время. К такому решению пришли городские власти. Кроме того, в мэрии планируют увеличить лимит по льготным электронным проездным с возможностью покупки пластиковых карт на 60, 90 и 120 поездок. Льготная цена одной поездки должна остаться прежней – 12 рублей. Остальные 8 доплачивает бюджет. Таким образом, проездной в максимальной комплектации будет стоить 1440 рублей. Возможно, появится и так называемый льготный электронный кошелек. Например, при нехватке поездок на карту можно будет положить недостающую сумму по той же льготной цене – 12 рублей за поездку. Парковка на набережной Пермики активно обсуждают в социальных сетях стихийную автостоянку, которая образовалась на спуске к набережной со стороны улицы газеты «Звезда». Люди возмущены, полагая, что набережная должна оставаться пешеходной зоной и задаются вопросом, законны ли такие действия автолюбителей. Ответ на него искал Евгений Гуляев. Спуск на набережную с улицы газеты «Звезда». Водители десятков автомобилей решили припарковать их здесь. Такую картину местный житель Иван Пенкин наблюдает ежедневно. Мужчина уверен, прогулки по набережной должны быть безопасными для пешеходов. А тут на постоянной основе вдруг появилась парковка. Приходится опасаться выезжающих и заезжающих авто. Нужно машины, чтобы не ставили, шлагбаум поставить или еще каким-то образом прекратить, чтобы эти машины как стоянку использовали. Впрочем, ничего удивительного считают пешеходы. Автомобилисты нашли здесь бесплатную парковку. Как платную парковку ввели? Потому что здесь, я так понимаю, что не обязаны оплачивать. И действительно, с начала работы системы платных парковок в центре города спуск на набережную с улицы газеты «Звезда» стал удобным местом для бесплатной парковки. Вот здесь как раз проходит граница зоны этой самой платной парковки. А дальше, смотрите, никаких запрещающих знаков нет, ну, кроме шлагбаума, который сейчас открыт. Спуск этот у автовладельцев действительно популярен. Пока оператор ввел съемку, несколько машин намеревались проехать на набережную, дабы занять место в бесплатной зоне. Но при виде камеры водители разворачивались и вставали в парковочные карманы платной парковки. Иван Пенкин говорит, парковаться здесь начали с полгода назад, после того, как кто-то открыл этот самый шлагбаум. Он был закрытый, но все тут сломали, что-то замочек убрали, цепочку убрали, и все, машины стали ставить. Можно ли в этом месте парковать автомобили? С этим вопросом мы обратились в администрацию города и получили письменный ответ. Въезд со стороны улицы газеты «Звезда» является техническим проездом к пешеходной части набережной. Он необходим для заезда уборочной техники и транспорта к подстанции «Энергетик-ПМ». На въезде установлен шлагбаум, однако нерадивые автомобилисты уже несколько раз срывали замок. Сейчас прорабатывается возможность установки на данном участке дорожных знаков, запрещающих движение и парковку по проезду. Напомним, система платных парковок в центре Перми начала функционировать с августа прошлого года. Зона их действия пока ограничена улицами Попова, Пушкина, Островского, Монастырска и Акулова. Один час парковки стоит 15 рублей. Плата взимается только в рабочие дни с 8.30 до 19.30. В этом году границы платной парковки собираются увеличить. Поиск бесплатных мест, пусть и не всегда легальных, у автомобилистов продолжится. Евгений Гуляев, Александр Худяков, Телевизионная служба новостей. Строительство нового здания для Пермского театра оперы и балета будет вестись по проекту архитектурного бюро Дэвида Чипперфильда, сообщает новый компаньон. Этот вопрос обсуждался на рабочем совещании у главы Прикамья Максима Решетникова, который отметил, что времени на раскачку уже нет, и к строительству необходимо приступать как можно скорее. Издание приводит слова исполнительного директора театра Галины Полушкиной. Мы рады, что дело наконец-то сдвинулось с мертвой точки. При такой политике нового губернатора Пермь в скором времени обретет лучшее театральное издание в России. Напомним, проект Дэвида Чипперфильда победил в конкурсе в 2010 году. Он предполагает строительство большого акустического зала на 1100 зрительских мест, а также расширение существующей сцены и реконструкцию зала на 800 мест. Проект уже оплачен и является собственностью Пермского края. Представители театра сообщили, что британский архитектор готов переработать проект из пристроя в отдельно стоящее здание, что даже удешевит строительство. В изначальном проекте около третьей суммы должно было уйти на стыковку зданий. Пока открытым остается вопрос о возможном месте стройки. Худрук оперного Теодор Курензис предложил поискать площадку в районе набережной с видом на каму. Должны всем домом. Жители многоэтажки по Автозаводской 48 обратились в телевизионную службу новостей с просьбой помочь разобраться в ситуации. На протяжении нескольких месяцев с них требуют немалые суммы, чтобы погасить задолженность ТСЖ перед ресурсоснабжающей организацией. Люди не понимают, почему финансовое бремя легло на тех, кто исправно оплачивал все коммунальные услуги. В проблеме разбиралась Евгения Караксина. Горячая вода, отопление, холодная, три раза электроэнергия, содержание жилья, текущий ремонт и задолженность за того председателя сумма 11. И при том, при всем они нам еще доказывают то, что вы будете платить. Сам ушел, а долг оставил. По неустановленной пока причине, за время правления предыдущего председателя у ТСЖ образовался долг за отопление и горячее водоснабжение. Порядка миллиона рублей. Ресурсоснабжающая организация требует у нового председателя его погасить. Выход из ситуации пришлось искать, руководствуясь принципом с каждого по нитке, точнее по денежке. Собственники узнали о проблемах в ТСЖ полгода назад, когда в их квитках на оплату коммуналки появилась новая строка фонд погашения. По фонд погашения они приняли решение о том, что за каждый квадратный метр по 10 рублей начисляют. И у кого какая, то есть площадь, столько полгода сказали. Ну то есть почему только это никакого основания, никаких документов я не подписывала, что я согласна. Лично мы платили за это и платить повторно я не собираюсь. Впрочем, есть и те, кто платит, что называется, по всем фронтам. В основном это, конечно, дисциплинированные и исполнительные пенсионеры. Долг просто тут написан, значит, я то и плачу. Председатель как-то говорил, что, мол, это все, мол, вернется, все это рассчитаемся, мол, все будет нормально. Мы связались по телефону с председателем ТСЖ Дмитрием Горбуновым, который пояснил, общие сборы – это вынужденная мера. Решение о них члены ТСЖ поддержали большинством голосов на общем собрании в июле прошлого года. Сейчас для ТСЖ первоочередная задача – расквитаться с долгом, оставленным в наследство бывшим председателем. Мы не знаем, криминал в их работе был или нет, пока мы подали заявление в органы внутренних дел. В августе месяце еще до сих пор проводится проверка. Те откликнулись на это. За эти средства, которые были собраны, мы отчитаемся. По словам нового председателя, сборы на сегодня закончены. Однако те, кто не платил по дополнительным счетам, будут продолжать получать квитки с начисленной суммой. Впрочем, несогласные вправе обратиться в суд и решать вопрос в индивидуальном порядке. Евгения Караксина, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. В компании суперменов и Гарри Поттеров в центре Перми состоялось костюмированное шествие в поддержку юных пациентов краевого онкологического диспансера. Акция приурочена к Международному дню детей больных раком. Ее цель – показать всем окружающим, что число победивших страшный недуг ребятишек с каждым годом растет. И все они, а также родители, врачи и благотворители – настоящие супергерои. Репортаж Елены Яговцевой. Я попала в больницу и пролежала в больнице около четырех лет. У меня была химия, я была лысая. Я не знала, что мне делать. Каждый день уколы, капельницы, каждую неделю пункции. Большую часть своего детства Диана Мельникова провела в онкологической клинике. У нее тогдашние первоклассницы диагностировали рак. Пермским медикам удалось спасти жизнь и здоровье ребенка. О заболевании девушка не вспоминает уже шесть лет. Другие дети, участники шествия, тоже пережили немало. И теперь имеют полное право с гордостью называть себя супергероями. Их мамы и папы тоже. Мечтал поправиться, сходить в школу, спортом заняться снова. У тебя, наверное, очень сильный мужской характер. Раз ты не унывал? Ну да. Ну, иногда унывал, иногда так. У нас ребенок заболел в два с половиной года. У нас около трех лет лечения прошло. А теперь мы абсолютно здоровы. Мы в ремиссии. Мы живем обычной жизнью, как все дети. Все, можно победить. Главное – стремиться к этому. И все возможно. Верить в хорошее, что оно будет. Ни в коем случае не отпускайте руки. Вообще никогда, никогда, никогда. Идите вперед. Даже если там бывают тяжелые моменты, и все уже безизбежно. Сорвано идите, не отпускайте руки. Боритесь дальше. Обязательно. Кто борется, всегда победит. Мы это прошли уже. Побороли. На меня ориентируйтесь. Выиграли этот бой. И вот с веселым лицом идем на этот парад. В шествии приняли участие более ста человек. Бывшие пациенты детского онкоцентра в костюмах джокера, Человека-паука, Гарри Поттера, Покемонов и прочих супергероев проследовали от культурно-делового центра до театра-театра. Ребят поддержали родители, учителя, сотрудники благотворительного фонда, волонтеры. Цель организаторов акции – показать – рак, не приговор. Вообще 15 февраля – это международный день тетейбольных раком. И несмотря на такое ужасное, на самом деле, название. Для нас это не день грусти и печали, а день преодоления и побед. И для того, чтобы это показать нашим горожанам, пирамикам, мы собрались с такой огромной дружной компанией, чтобы создать парад победителей. Сейчас в Перми от онкологических заболеваний лечатся 625 ребятишек. По статистике, более 80% таких пациентов полностью исцеляются и возвращаются в нормальную жизнь. И это благодаря не только квалифицированной медицинской помощи, но и поддержке горожан, участвующих в сборах средств. А лучшая награда для всех – спасенные жизни детей. Елена Иговцева, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Четвероногий грабитель. Курьезный случай произошел в Свердловском районе Перми. В дежурную часть заявления о макраже сумки обратилась женщина и сообщила. Утром по пути на работу она остановилась у киоска купить воды. Сумку, в которой были продукты и кошелек, поставила на землю. Самостоятельно разобраться с аппаратом не смогла и обратилась к прохожему, который помог. С его уходом пропала и сумка. Подозрение пало на мужчину. Раскрыть преступление полицейским помогла запись с камер видеонаблюдения. Было установлено – вором является дворняга. Пострадавшая предполагает – барбоса привлек запах колбасы, которая лежала в сумке. Его добычей также стали 2000 рублей. В возбуждении уголовного дела полицейские отказали за отсутствие состава преступления. Ни сумку, ни воришку так и не нашли. И еще одна новость из мира животных, вернее птиц. Ученые объяснили, с чем связано нашествие свиристелей и снегирей этой зимой. Многие пермики заметили, в последние недели стаи этих пернатых буквально атаковали краевую столицу. Оказывается, их привлекла хорошая кормовая база. И в Прикамье приводят слова доктора биологических наук, профессора Пермского государственного научно-исследовательского университета Александра Шепеля. Причина проста. Им есть что покушать. В прошлом году в Прикамье хорошо уродилась рябина дикой яблоня. Впервые видел такое количество ягод в нашем крае. Тогда как в западных и соседних с нами регионах, наоборот, были не урожаи. Вот свиристели и прилетели к нам оттуда. Что касается снегирей, то это наша птица. Они гнездятся, например, в Черняевском лесу. Просто летом снегири малозаметны, а зимой их чаще можно встретить в городских кварталах. Продолжение следует...